Зачем понадобился какой-то optional? Ведь любая переменная ссылочного типа и так умеет хранить ссылку ровно на один объект. Либо значение null, символизирующее отсутствие объекта. На то есть две причины. Во-первых, встречая в программе переменную ссылочного типа, например, вот такую, мы не можем по типу определить, допускает ли здесь логика программы значение null, и надо ли везде делать проверку на null. Эта неопределенность — источник большого количества ошибок, NPE. В качестве решения иногда используют аннотации типа nullable или not null, которые можно ставить везде, где встречается имя ссылочного типа. То есть при объявлении переменной, поля класса или возвращаемого значения метода. К сожалению, такие аннотации не входят в стандартную библиотеку, их надо брать из сторонних библиотек. Поскольку аннотации нестандартные, о них ничего не знает компилятор и не может их использовать для проверки корректности кода. Приходится для этого тоже пользоваться сторонними инструментами. Отдельный тип optional решает данную проблему на уровне системы типов. Обычная ссылка и потенциально отсутствующая ссылка становятся разными типами, несовместимыми друг с другом. Программист и компилятор их точно не перепутают. И во-вторых, обертка в виде optional добавляет интересные возможности писать код без if. Например, вот такая конструкция. Это то же самое, что написать if s не null, то systemout println s, где s это переменная обычного типа string. А вот эта конструкция заменяет нам тернарный условный оператор. То есть это то же самое, как проверить, что s не null. Если да, то вернуть само s, иначе указанное значение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!